Я надеюсь, что наша встреча будет короткой и содержательной. Короткой, потому что на самом деле есть только один повод для встречи. И весь он сводится к тому, что я хочу пожелать вам успехов при работе на Олимпиаде. Знаю, что вы люди уже подготовленные. Во-первых, отбор был очень серьезным. Из 200 тысяч выбрали 25 тысяч. Это получается 8-9 человек на место. Отбор был серьезным. После этого вы прошли подготовку. У нас 26 центров создано в различных вузах Российской Федерации. Потом многие уже поработали и в Лондоне на Олимпиаде, и в Казани на студенческих играх, и в Москве на чемпионате мира по легкой атлетике. В общем, опыт накопился. Но, конечно, главный старт мировой, главный старт сезона – это Олимпийские игры у нас в России, в Сочи. И мы очень на вас надеемся, рассчитываем. Я сказал, что 25 тысяч – это много, это большой отряд. 25 тысяч – это более трети всего персонала игр. И, конечно, я сейчас скажу, наверное, вещи банальные, о которых вы много раз слышали и о которых вам уже говорили ваши наставники, преподаватели. А именно, что волонтеры создают атмосферу игр в значительной степени. От того, насколько вы сможете создать эту атмосферу, будет зависеть настроение и гостей Олимпиады, и участников соревнований. И, безусловно, это важная составляющая всей нашей Олимпийской программы. Я желаю вам успеха. Хочу вам пожелать успеха. Надеюсь, что у вас хватит выдержки, профессионализма. Выдержка нужна, потому что соревнования – это праздник, конечно, но в то же время это соревнования всегда связаны с эмоциями, всегда связаны с какими-то внутренними проблемами и участников, и гостей, и журналистов. Так или иначе, это отражается на персонале, в том числе на вас, на волонтерах. И вам нужно, понимая это, обладать известным чувством юмора, балансировать все это на себе, в своей душе, и не показывать внешне никаких эмоций, кроме положительных. Это не всегда просто, а, если честно сказать, это всегда сложно. И я желаю вам этого терпения и профессионализма, душевной стойкости. И ещё раз хочу подчеркнуть, что, конечно, мы на вас очень рассчитываем, потому что от вас очень многое будет зависеть. Знаю, что у нас отбор прошёл практически по всем регионам Российской Федерации, и почти 60 стран мира ещё прислали своих для волонтёров. Это большой международный отряд хорошо подготовленных и любящих это дело людей. Вот я в третий раз желаю вам успехов. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, давайте попробуем. Я хотела бы несколько слов сказать, если возможно. Марина Починок, вице-президент Верхкомитета по персоналу. Вы, наверное, хорошо помните, когда в 2010 году вручали сертификаты 26-ти учебным заведениям, которые стали победителями в Москве как раз ферросийского конкурса на право стать волонтёрским центром. И тогда, согласно статистике, в стране вовлечено в волонтёрское движение было только 3% населения. И задача как раз привлечения 25 тысяч волонтёров на играх была действительно серьёзным вызовом. И мы успешно справились не только с задачей отбора и подготовки волонтёров, но за это время мы создали мощный и реально работающий институт волонтёрства. Вот эти волонтёрские центры – это действительно ресурсные центры регионов. Они реализуют тысячи проектов на региональном и муниципальном уровне для своих местных сообществ. А согласно World Given Index, Россия заняла 8-е место в мире по количеству волонтёров в 2012 году. И, конечно, волонтёрская программа «Игр» стала очень большим катализатором этого движения. И здорово, что здесь уже первые тысячи отобранных волонтёров уже работает. Хочу также сказать, что впервые в истории Олимпийского движения мы предоставляем волонтёрам жильё бесплатное, трёхразовое питание, расширенный комплект униформы, учитывая и горные условия, и погодные условия в прибрежном кластере. И, как вы видите, организаторы и волонтёры носят одинаковую униформу. То есть мы одна команда, команда 2014, как мы себя называем, и к играм мы готовы. И, действительно, я могу много говорить о том, какие у нас замечательные волонтёры. Лучше они сами о себе немного расскажут. Пожалуйста. Добрый день, Владимир Владимирович. Ирина Григоренко, город Волгоград, волонтёрский центр «Прорыв». У меня к вам вопрос. Какие ваши любимые зимние виды спорта и какие соревнования вы посетите в качестве болельщика? В качестве болельщика я смогу посещать соревнования в свободное от работы время. И в зависимости от этого буду смотреть на календарь. Ну, конечно, я хотел бы посмотреть хоккей. У нас все любят в стране фигурное катание. Я тоже. Мне нравятся гонки лыжные, биатлоны с вами нравятся, горные лыжи. Вот это то, что я знаю, то, что я люблю. Но на какие из этих соревнований удастся попасть, я пока даже не знаю. Добрый день, Владимир Владимирович. Хочется, наверное, от всех волонтёров, во-первых, сказать вам большое спасибо за эти игры, потому что ваш второй президентский срок. Мы получили право проводить эти игры, а на третьем вы присутствуете тоже как президент, и мы проводим, наконец-то, эти игры, которые, надеюсь, станут лучшими действительно в истории. У меня к вам вопрос и одна просьба, если это можно. Первый вопрос. Одним из наследий игр Сочи-2014 является безбарьерная среда, которая уже внедряется непосредственно в городе Сочи, в Краснодарском крае. Существует ли какая-то программа внедрения в другие регионы, если она до какого-то периода? Потому что, к сожалению, не так активно это идёт в других городах. У нас есть общая национальная программа безбарьерной среды. Мы присоединились к соответствующим международным документам в этой сфере. Но, как мы понимаем, это требует просто дополнительных финансовых ресурсов, и эти средства и на региональном, и на федеральном уровне будут выделяться. В отдельных регионах это продвигается быстрее, где-то, к сожалению, медленнее, чем хотелось бы. Но что особенно приятно, и вы сейчас сами об этом сказали, это то, что в рамках проекта Сочинской Олимпиады, Сочинской программы развития, мы, начав этот проект с нуля, уделили должное, если не сказать первостепенное внимание, как раз на решение этого вопроса безбарьерной среды. И сам проект Сочинской Олимпиады подал очень хороший пример того, как и что нужно в этом плане делать. Ведь когда я сказал сейчас, как и что нужно делать, это тоже непраздный вопрос, потому что, ну что такое безбарьерная среда, мы с вами знаем, это для людей с ограниченными возможностями, создать условия для свободного передвижения, для использования различных сооружений. И вот это даже технологически. Можно один и тот же вопрос решить за миллион или за 10 тысяч рублей. Можно сделать пандус примитивный, но достаточно эффективный и удобный, а можно нагородить бог знает чего и стратить огромное количество денег, а людям пользоваться будет неудобно. Вот это все, даже вот эти элементарные технологии, наработанные здесь в Сочинской, надеюсь, будут использованы и при осуществлении общенациональной программы. Я взволновался, не представился. Меня зовут Иван, из Волгограда тоже. Поэтому хотел бы представиться. Я до сих пор не верю, что я встречаюсь, но с вами присутствует на встрече. Я честно вам скажу, у меня несколько лет подряд была мечта встретиться с вами, и многие друзья мои сейчас, которые вечером выведут новости, ну не поверят мне. И вот у меня такая мечта была, Владимир Владимирович. Я решил, что это клон. Нет, я верю, что вы настоящий Владимир Владимирович. Поэтому у меня была такая мечта, потому что все говорят, Путин разный, президент разный. Вот у меня была мечта на протяжении нескольких лет провести рабочий день с президентом Российской Федерации, Владимиром Путиным. Вы хотите, чтобы я был волонтером, или вы были президентом? Нет, хотел бы посмотреть на ваш рабочий день. Возможно ли это? Спасибо. А кроме волонтерства, вы чем еще занимаете? Я работаю в высшем членов заведения, специалист отдела воспитательной работы. Конечно, возможно. Почему нет? Мы придумаем совместно что-нибудь. Спасибо большое. Совместно. Пожалуйста. Прошу вас. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Алина Галиева. Я волонтер функции медицины Гортуфа. Участвовала в различных проектах в роли волонтера-медика. И я так думаю, следующий вопрос будет волновать многих студентов медицинских университетов. Будет ли учитываться при трудоустройстве волонтерский стаж? Если будет учитываться, то каким образом? Будет ли это как-то закреплено законодательством? Честно говоря, я не думал о том, чтобы закрепить это в законодательстве, но уверен, что практика работы, так скажем, в прямом смысле слова, почти в боевых условиях, она крайне важна и предустройство, конечно, будет учитываться. Но одно дело иметь отношение со специалистом, который только закончил ВУЗ, но даже имеет там какие-то навыки, предусмотренные учебным процессом, практические навыки, а другое дело иметь дело с человеком, который непосредственно работал с людьми, оказывал помощь в достаточно экстремальной ситуации, связанной с проведением крупных международных соревнований, какими являются Олимпийские игры. Я думаю, что такой стаж, конечно, будет востребован и всегда будет учитываться при принятии на работу со стороны работодателя. Тем более, если это связано с определенными направлениями деятельности, я не знаю, кардиология, травматология и так далее. Я думаю, что здесь востребованы вот такие вещи, прежде всего, связанные с нагрузками большими. И, к сожалению, спорт связан с травматизмом, с травмой. Вот это, безусловно, очевидный факт. Очевидно. Но стоит ли и можно ли это закопить в законодательстве, я пока не знаю. Это нужно как следует подумать. Как следует подумать, потому что закон – это вещь, которая должна регулировать определенные общественные отношения. И если это тот самый случай, если у нас волонтерство приобретает такие широкие масштабы и ваше направление деятельности в рамках волонтерского движения будет иметь тоже достаточно большой масштаб, то тогда, конечно, можно подумать и о укреплении нормативно-правовой базы в этом направлении. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович. Меня зовут Консорий Жаркалма. Я из Монголии. Учусь в Кубанском государственном университете. Четвертый курс политолог. В связи с этим у меня вопрос. Мне бы очень интересно услышать ваше мнение о том, как посчитайте, три самые сильные стороны политического деятеля, по вашему мнению. Политического деятеля? Да. Честность, профессионализм. И вот, знаете, может быть, это больше к медикам применимо, но чувство сострадания и чувство сопричастности с жизнью рядового гражданина – чрезвычайно важная вещь. Спасибо большое. Хорошо. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Дина, Москва, функция МОК МПК. Собственно, у меня вопрос о будущих проектах ближайших спортивных, спортивной индустрии. Разработана программа развития физической культуры и спорта в Российской Федерации вплоть до 2020 года. Цель этой программы – создать условия для граждан, которые бы им помогали, ориентировали на ведение здорового образа жизни. Собственно, какие проекты крупные планируются реализовать после Олимпиады в течение года-двух? Основные какие-нибудь? Они известны. Самый масштабный из них – это чемпионат мира по футболу 2018 года, если говорить о спорте. Мы же остаемся на этой, да, на спортивной площадке. А в течение года поближе? А в течение вот этого или следующего? Этого, после Олимпиады. Может быть, не только спортивные, извините, пожалуйста, спортивные события крупные. Да, у нас ведь предусмотрено большое количество, я сейчас на память не воспроизведу, но Россия является местом проведения большого количества крупных спортивных мероприятий. И мы будем заниматься их подготовкой, и, надеюсь, подготовка будет не менее успешной, чем к олимпийским стартам. Но кроме чисто спортивных вещей у нас есть и другая повестская дня, в том числе и политическая. Знаете, что здесь вот в Сочи на этих объектах будет проходить встреча глав государства и правительства стран Большой Восьмерки, и это уже в этом году. Так что мы вот эти объекты, сооружения постараемся максимально задействовать. И кроме всего прочего, тоже вы наверняка слышали об этом, мы подписали соответствующие документы и стали участниками другой крупной программы в области автомобильного спорта, это Формула-1, и в Америцинской долине будут происходить впервые эти соревнования. Здравствуйте, меня зовут Евгения, Уфа-Москва, функция МОК-МПК. Уфа? Уфа, я родилась в Уфе, но живу в Москве. Она ехала. Молодец. У меня два вопроса, но они короткие. Пожалуйста. Первый вопрос. Какие города рассматриваются в качестве претендентов на проведение Олимпийских игр в будущем? Будет ли это Москва, Питер или какие-то периферийные города, чтобы их в будущем развивать и так далее? Ну, Петербург давно ставит вопрос о проведении у себя крупных международных соревнований, в том числе и Олимпийских игр. Посмотрим, это ведь многое зависит от готовности объектов, от нашего желания развивать и другие регионы Российской Федерации, кроме столичных. Поэтому, собственно говоря, мы и Сочи избрали. Это не случайный же выбор был. Во-первых, нам нужно было восстановить компетенцию по многим зимним видам спорта, нужно было создать новые площадки, новые тренировочные базы, которые мы утратили после развала Советского Союза, и просто развивать курорт. Я думаю, что мы постараемся делать так, чтобы при проведении крупных международных и политических спортивных мероприятий расширять географию. Вы помните, мы совсем недавно проводили саммит ОТЭС во Владивостоке. Мы, в принципе, могли провести это и в Москве, и в Петербурге. Но я остановился именно на Владивостоке, исходя из того, чтобы в ходе подготовки мы могли развить инфраструктуру этого города. Он был закрытым военным городом. И Владивостокцы, наверное, знают, в каком дальневосточнике, в каком состоянии город находился. Сейчас ситуация принципиально изменилась. То же самое с Сочи произошло. То же самое произошло с Казани во время подготовки к универсиаде. Это очень всегда, это очень хороший повод сконцентрировать финансовые, административные ресурсы на развитии регионов. Вот УФА, я надеюсь, тоже у нас будет... Пожалуйста, нам очень нужно развивать инфраструктуру. УФА претендует на некоторые крупные мероприятия, и мы, конечно, УФА будем поддерживать в этом направлении. Так что посмотрим, где и что проводить. Кстати говоря, когда мы решали вопрос о заявке для проведения чемпионата мира по футболу, не только хотели организовать праздник для любителей этого вида спорта, одного из самых популярных в мире и в нашей стране, но исходили ещё из того, что по правилам международной организации по футболу УФА нужно проводить мероприятия как минимум в 10, 12, 13 городах, что давало возможность и подталкивало нас к необходимости, и сейчас будет подталкивать, уже подталкивать к необходимости, развитие как раз этих городов, инфраструктура прилегающая, и спортивная инфраструктура, транспортная и так далее. Так что мы будем, ещё раз говорю, географию расширять. У меня есть второй вопрос. Его просили задать волонтёры иностранцы, он немножко легкомысленный, может быть, даже хулиганский, но я рискну. Вот как так получилось, что у нас есть закон, запрещающий пропаганду гомосексуализма, а форма волонтёров, цитовая гамма, радужная? Если вы думаете, что я эту форму создавал, то вы глубоко заблуждаетесь. Это во-первых. Во-вторых, у нас нет запрета на нетрадиционные формы сексуального взаимодействия между людьми. У нас есть запрет на пропаганду гомосексуализма и педофилии, я хочу вот это подчеркнуть, на пропаганду среди несовершеннолетних. Это разные вещи абсолютно. Абсолютно разные вещи. Запрет на определённые отношения либо на пропаганду этих отношений. У меня ещё там встреча с журналистами сегодня, наверняка будут эти вопросы. Мы ничего не запрещаем, никого не хватаем, у нас нет никакой ответственности за такие отношения. В отличие от многих других стран мира. Я хочу это подчеркнуть. В отличие от многих других стран мира. В том числе и в США. В некоторых штатах предусмотрена уголовная ответственность за нетрадиционную сексуальную ориентацию. У нас ничего подобного нет. Поэтому можно чувствовать себя свободно, непринуждённо. Но оставьте детей в покое, пожалуйста. В некоторых странах мира, кстати говоря, уже ставят вопрос о легализации педофилии. Да-да-да. Уже обсуждают на практическом уровне в законодательных органах. А какие страны это? Ну, не будем их задевать. Секрет? Нет, ничего секретного нет. Посмотрите в интернете, сразу найдёте. Но партии ставят вопрос в некоторых парламентах. Ну и чего? Мы должны за ними, как бобики, шлёпать в сторону неизвестных последствий? У нас свои традиции, своя культура. Мы с уважением относимся к любым нашим партнёрам и просим, чтобы также с уважением относились к нашим традициям и к нашей культуре. Спасибо большое. Пожалуйста. Владимир Владимирович Андрей Майкапар из города Воронежа. Спасибо. Осчастливите нас, волонтёров, и распорядитесь так, чтобы свободные трибуны были бы доступны нам. Это было бы здорово. Свободное от работы время. Свободное от работы время. И притом так, чтобы это было бы честь пойти и болеть за кого-то. Это хорошая идея. Я понимаю, что билеты по ценам могут кусаться, что называется. Есть и выходные дни у волонтёров. Поэтому нужно над этим подумать. Я знаю, только что перед тем, как я в зал вошёл, с коллегами говорили, у оргкомитета есть своя программа по работе с волонтёрами. Я думаю, что это нормально, абсолютно предложение. Чем пустовать будут места, лучше они будут заняты и заняты теми людьми, которые любят спорт. Мы подумаем. Это было бы здорово. Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Таня. Я представляю функцию взаимодействия с МОК МПК. Я учусь в СПБГУ. И у меня вот такой вопрос. У нас сейчас есть 26 центров. Это, конечно, очень здорово. Спасибо им за помощь при подготовке к Сочи. У меня такой вопрос. А будет ли какая-то помощь при подготовке? Ну, есть какие-то, может быть, программы для подготовки в принципе к играм в Рио, в Хёнчхане и так далее. И помимо того, в мире достаточно много спортивных событий происходит. Те же самые чемпионаты мира. Легкая атлетика, фигурное катание, художественная гимнастика и прочее. На них попасть не так уж просто. Потому что если набирают волонтеров, то, как правило, местных. Вот как-то будет этому способствовать, чтобы мы могли расширить, скажем так, свою область? Мы постараемся это делать. Мы-то ведь пригласили волонтеров из 60 стран. И поскольку наши волонтеры действительно высокопрофессионально, я считаю, подготовлены, прошли хороший отбор уже и имеют большой опыт, а сейчас получит еще более солидный опыт в ходе работы на Сочинской Олимпиаде, то, конечно, нам даже как элемент поддержки волонтерского движения нужно способствовать тому, чтобы наши люди работали из-за рубежа. Мы постараемся, подумаем над этим. А вот в частности какая-то языковая поддержка будет? Потому что, например, в Корею ехать, зная только английский, достаточно сложно. Там английский, французский, европейский языки. Корейский хотите выучить? Ну, в частности, корейский. Там, я думаю, что игры потом будут когда-то еще в Токио. Но я думаю, что если это делать, это нужно делать только на базе как раз тех центров подготовки волонтеров, о которых вы сказали. Я сейчас не готов на это ответить, но подумать над этим, конечно, можно. Это требует тоже дополнительного финансирования, но не думаю, что большого. И это вполне можно осуществить. Спасибо. А что будет с волонтерскими центрами после игр, и как будет развиваться волонтерское движение потом? Я не знаю, сколько мы их оставим, но какая-то сеть должна остаться для того, чтобы поддерживать саму эту тему, само это движение и поддерживать уровень профессионализма. Мы в ближайшее время определимся с этим. Но, повторяю, какая-то сеть должна будет остаться. Добрый день. Меня зовут Ван Цзуэй, и я приехала из Пекина, и я только что мой коллега уже сказал, что он не верит, что все это уже случилось, но я более не верю. Потому что у меня специальности перевод, и когда я была в университете, у нас было очень много упражнений, а ваши выступления, и мы так много делали, а вы сейчас прямо здесь, но я просто не верю. Это как бы во сне. Ну да, и у меня… Я вас ущипну потом. Я думаю, что мне очень-очень повезло. Да, у меня есть такой вопрос, и мне очень интересно, что вы только что сказали, что вы интересуетесь очень многими видами спорта, и мне очень интересно, если бы у вас был шанс участвовать в одном виде спорта, в каком виде спорта вы бы больше были успешны? Трудно сказать, в каком был более бы успешен, но есть один вид спорта, которым я занимаюсь практически всю свою сознательную жизнь. Это, в принципе, хорошо известно, это борьба дзюдо, и я таких высот в своей спортивной карьере не добивался в силу разных обстоятельств и причин. Но, конечно, если бы у меня была такая возможность, если бы я дошел до такого уровня, то я бы с удовольствием выступал именно в программе борьбы дзюдо. Хотя есть и другие виды единоборств, в том числе ушу китайская, которая, на мой взгляд, является, эта борьба, этот вид единоборства, этот вид борьбы является родноначальником всех других восточных единоборств. И это очень интересный вид спорта, с большими традициями, очень зрелищный. Но, к сожалению, я не могу похвастаться тем, что преуспел вот в этом виде. Хотя мне было бы очень интересно и посмотреть, и поучаствовать. Я прошу вас. Здравствуйте. Юлия Нагайцева, город Воронеж. Функция работа прессы. Волонтерское движение очень молодо в России, и у него очень яркий старт, Олимпийские игры. И мой вопрос заключается в следующем. Планируется ли поддержка волонтерского движения, и как именно? И особенно мне интересно, планируется ли поддержка волонтерского движения в регионах? Мы уже начали, собственно говоря, говорить на этот счет. Я, во-первых, уже сказал, что считается лесообразным какую-то сеть подготовки волонтеров оставить. И в зависимости от потребности ее можно будет или расширять, либо немножко сокращать. Например, вот у нас, мы уже тоже об этом говорили, в 2018 году чемпионат мира по футболу, это же огромные по масштабам спортивные мероприятия, сопоставимые с Олимпийскими играми. А вы, поскольку человек, который занимаетесь прессой, наверняка знаете, что телевизионная аудитория чемпионата мира по футболу не меньше, а может быть даже больше, чем телевизионная аудитория зимних Олимпийских игр. Ее смотрят не миллионы, сотни миллионов, миллиарды людей. И поскольку чемпионат мира будет проводиться в более чем десяти городах Российской Федерации, то, конечно, и волонтеры должны готовиться, главным образом, на месте в регионах Российской Федерации. Вот поэтому подготовка волонтеров по регионам, она практически востребована. Будем это делать, конечно. А как насчет волонтеров не только в спортивной сфере, а в социальной в том числе? Очень важно. Очень важно. И мы, конечно, будем способствовать развитию волонтерского движения по всем направлениям. Но оно носит несколько другой характер, как мы с вами понимаем. Но оно всё-таки это как раз абсолютно востребованный сегмент деятельности неправительственных организаций. И, безусловно, заслуживает поддержки со стороны государства и на федеральном, и на региональном уровне. Спасибо. Нам, думаю, надо потихонечку заканчивать. Думаю, фотографируемся. Да, 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 сейчас фотографируемся. Пожалуйста. Действительно, хотелось бы сказать огромное спасибо за эту вдохновляющую искреннюю встречу. Я руковожу волонтерским центром, одним из волонтерских центров. И хотелось бы поблагодарить вас за эту установку на успех. Мы вас не подведём, мы не подведём нашу страну, не подведём наши игры. И действительно, очень хотелось бы по просьбе всех волонтёров сфотографироваться. Мы сейчас так и сделаем. Ребята, я искренне от всей души хочу пожелать вам успехов и сил, потому что это не так уж и мало по времени и олимпийские, и паралимпийские игры. И потребуют от вас действительно большой отдачи. Надо быть к этому готовым. Не к празднику, хотя это само по себе праздник. Но это праздник для участников олимпиады и для гостей. А для вас это всё-таки работа, прежде всего. Я вас хочу настроить именно на такой рабочий лад. Вам спасибо большое за то, что вы вовлечены в эту работу, делайте её с душой, с отдачей. И таким людям всегда способствует успех и всегда успех сопровождает. Я желаю вам удачи в следующий раз.